так ребята всем здорово сегодня день рождения нашей любимой игре артов пар 3 всех команду разработчиков поздравляю и в этом видео хотелось бы посвятить как я начал играть когда я начал играть в данную игру сколько лет играю и доволен ли я на данный момент а игрой наши арта фарм да на самом деле история моя очень просто я как наверное большинство игроков зашел премаркет вел поиски стратегии и подбирал подбирал то что мне интересно и когда я увидел арта фар 3 честно сказать я был очень доволен потому что ранее когда я был еще пацаном где-то мне было лет 13 14 возможно я играл на кнопочном телефоне в арта фар 2 и могу сказать одно был я доволен потому что мне нравилось эти вот пехота с леса да там мамонт у мамы то тогда не было был его танк и вар не знаю как он тогда назывался короче было интересно я тогда не совсем разбираться в игре основном играл компанию потел там ничего не понимал ну да ладно прикол том что даже в купании меня все устраивало ну а потом я вот нашел арта фар 3 скачал ее начал же также играть проходить компании качаться потихонечку возможности сразу я купил стартовый пак потом как-то так на рекламках фармил даже помню были такие моменты был настолько увлечен и так сказать доволен артой что даже славил будильник на два часа и каждые два часа ночью чтобы открывать рекламные ящики и хоть какой-то там папа получать дополнительный приз потому что буквально лет три-два назад плюс-минус тогда было с фармом очень тяжело потому что не было ни поставок не контракта контракты были конечно они были тяжелые и приз за эти контракты там 5000 и никто особо на эти контракты и не парился потому что опять же пули тяжелые вот как-то тогда но потом как-то так потихонечку потихонечку игрался играл и сразу им по тактику и бронепехом без доната в этом и первый был аккаунт и потом как-то это не особо у меня тащилась дошел до 19 ранга и ресницы а потом начал заново уже более с умом прокачивать акт свой который мне на данный момент вас патрон сопротивление с хорошей прокачкой винрейтом потому что я уже качался правильно качал не бронепех пехот также ягуары хамелеоны кричит и и все остальное тоже донат минимальный 3 пока всего лишь ну принципе он скажу при правильном фарме этого будет достаточно даже на 25 ранг и даже с данными апгрейдами это все играется благодаря тому что разработчики сделали отличный фарм который до сих пор юзается кстати что хотела сказать по поводу обновления которые произошли за эти все шесть лет это вот на данный момент можете видите луч ядерки это все тестилось нерфилась потому что думаю все помнят нашу первую ядерку или луч который еле-еле уничтожал казарму на сейчас им получи который уничтожает буквально всю на своем пути это минус базы это минус армии это тупо невероятная мощь но что еще хотелось сказать по поводу обновы добавили нам герою герои принципе неплохие ну опять же очень тяжело до них добраться потому что ты тут никак не прокачаешь пехоту а сразу тебе уже надо качать героя вот вы видите на данный момент у меня есть 25 ранг взял я на этом аккаунте играю четыре года плюс-минус три с половиной возможно взял я три медали можете видеть это до 2 крепости там на черный ящик и морское нахожусь в клане и бсс же очень хороший клан ну скажу вам сразу это не первый мой клан очень мощный состав ему сказать с уверенностью это самый мощный мой самые мощные сопротивленцы в этом и бс джек лане вот мой аккаунт как можете видеть хороший винрейт 77 процентов довольно таки большое количество турнирных боев почти полторы тысячи как вы можете видеть в клане основном одни топы там до 19 хранов практически нет самый первый клан у меня был диабло играл я на нем ну был я в этом клане буквально до 20 возможно до 19 ранга возможно ошибаюсь ну да ладно ну про этот план сказать тоже очень хорошее впечатление слал довольно таки дружный коллектив никаких претензий или там убит на этот клан у меня нету ну сказать одно хорошие ребята были там но они очень бросили игру потому что не смогли тащить дальше по поводу обновлении добавили такие обновы как логика юниту допустим такие как огнеметчик ему ну как ему ранее за ошибки которая была не совсем разумно и и понерфили и теперь огнеметчик допустим ранее находила ну атаковала цель любую там и ягуары да возможно мамонт какой-то до носить теперь эту ошибку понерфли и и огнеметчик находит первую цель для уничтожения ищет именно пехоту и вот хотелось бы сказать несмотря на все это разработчики год за годом поздравляют женщин фаре это тоже хотелось не отметить потому что да даже в нашей арте такой мощный мужской можно сказать стратегии играют девушки и вот еще такое обновление которое наш нас ждет это билеты что такое билеты это могу сказать одну такая фишка зачем его добавлять для того чтобы наверное мои сталкивались такую проблему что игроки которые борются за первое место в турнирах до отыгрывают бои буквально за два дня и потом под конец турнира актив в туре упада ну так сказать уменьшается из-за этого плохой подбор идет не находит противника и разработчик добавляет билеты билеты они вот тут написано да например первый турнирный бой стоит два билета 2 3 4 и так далее стоимость билета там продолжается таким образом выгоднее играть по 23 боя в день чем утреть все бои короче такая интересная штука могу сказать одно что буквально два-три боя к любой из нас будет играть в туре на это обнова ждет нас в будущем и вот тоже разработчики хорошо так раздумывали стоит ли уменьшать цену там на герою на заводы и решили что все таки надо его уменьшить потому что на мелких рангах с ресурсами очень тяжело потому что всем знаем что цески дают мало ресурсов это в топе все быстро делается ну тоже поднерфили также было изменение в силе бота точнее в скирмише добавили мощность юнитам которые сражаются против живых игроков сделано это всем чтобы игроки конфедерации не смогли быстро уничтожать бота потому что всем знаем как это происходит лучи вертикс и победа кстати еще хотелось бы вспомнить что разработчики даже как-то не знаю каких-то уговорил на новый год делали стрим где комьюнити менеджер по моему явление там рассказывал что они будут делать в будущем там может быть еще добавится пара героев ну могу сказать был стрим интересен кто не видел можете также посмотреть мне лично понравилось кто еще хотелось добавить то ну принципе такого особо ничего были изменения кстати во ушках все мы знаем что ранее ушка были совсем по-другому выглядели и были такие моменты что очень быстро их прокачивали именно из-за этого добавили добавили данные ушки которые качаются не только там пехота техника авиации а также всякие ресурсы там бесплатные ящики поставки то есть могу сказать одно что данные обновления с ушками намного эффективней ну принципе ребят что мог сказать сказал то что думал в то что хотел еще хотелось добавить пока вспомнил что добавили очень много турниров новых турниров который один не тур хорошо запомнился это королевская битва чисто комфорский турнир я там так бомбил что хана честно сказать не ожидал от разобочеку в такой подставы сделаю такой тур комфорский ну да ладно хоть что-то так и для конф и надо даже ребят всем спасибо за просмотр кто-то смотрел что прозевал что не сказал надеюсь скажут другие ютуберы всем удачи всем пока артофар с днюхой ютуберы самих ютуберы самих ютуберы самих уж вам